Пенсионер Мирхан Имашев, добропорядочный автолюбитель, в последнее время удвоил свое внимание даже на тихих переулках и во дворах. Причиной этому стало ДТП в собственном дворе, после чего он понес немалый материальный ущерб. Удалось ли нашему герою найти виновных? Об автомобиле, колесе и открытом колодце давайте говорить в сегодняшнем выпуске. Я Майя Бигбаева. Здравствуйте. Далекое от совершенства состояние коммунальной инфраструктуры, а в особенности преддомовых территорий, уже давно стало предметом горячих споров и переживаний жителей нашей страны. И неважно, где стоит ваш дом, в центре города или на окраине, вы не застрахованы от того, чтобы не быть обрызганным проезжающей по двору машиной, не поскользнуться в зимнюю пору, не наступить в грязь или не провалиться в яму. Именно в нее и угодил герой нашей сегодняшней программы. Я приглашаю в студию Мирхана Имашева. Давайте его поприветствуем. Здравствуйте, Мирхан. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Я так полагаю, вы сейчас на пенсии, да? Да-да. Заняты внуками? Обязательно. Вы возите их в кружки на автомобиле? Я в садик, в школу вожу их, привожу домой их. А что случилось? Что за происшествие произошло с вами? Это было прошлой осенью, когда были проливные дожди, ливни у нас осенью было, я на машине младшего внука повез в садик. И во дворе начал разворачиваться и угодил передним колесом в конденсационный люк. Ну, короче, я повредил, я сам ошарашен был, стук был такой хороший, ребенок полетел с переднего этого, он рядом там садик у нас был. И это самое, бампер, все, в общем, короче. Ну, там это подошли люди и помогли. А вы куда-нибудь обращались с жалобой? Нет, я абсолютно не обращался. Может быть, вызывали сотрудников ГАИ на место, ДТП, да, полиции? Нет, никого не вызывал. У меня даже это не пришло в голову уже. А потом уже, когда все это, уехал я уже, когда, ну, помогли уже, когда вытащить меня, я уже потом... Ну, я ходил в КСК, но там они за это не отвечаем. Так, ну, соответственно, материальный ущерб никакой вам не возместили, да? Нет, ну, пришлось мне бампер, крыло, самому ремонтировать, и понятно. Спасибо огромное. Ну, вот, собственно, просто угодить колесом в открытый колодец, это еще удача, мне кажется, потому что постоянно мы слышим сообщения о том, что в открытые колодцы падают люди, падают дети, к сожалению. Вот. Сейчас внимание, пожалуйста, на экран, мы вспомним то, что происходило, о чем писали социальные сети, показывали по телевидению. Трагический случай произошел летом прошлого года в Алматинской области. Крик женщины из колодца услышал случайный прохожий и вызвал спасателей. Несчастью, было уже поздно. В Шимкенте мужчина упал в 4-метровый септик. Родственники не смогли вызволить его сами и прибегли к помощи специалистов. На кадрах видно, что пострадавшему понадобился дыхательный аппарат. В Тимиртау во время прогулки возле своего дома 8-летний Диас Кадырбаев не увидел открытого канализационного люка и провалился в него. Из ледяной воды перепуганного мальчика успел вытащить отец. В Астане 12-летняя девочка упала в открытые колодец, ребенка спасли очевидцы. Подобные случаи происходят ежедневно. И, как мы понимаем, колодцы – это извечная тема. И сразу хочется задать риторический вопрос, кто виноват и что делать. Вы знаете, у нас в студии присутствует мой коллега Батербек Агимбетов. Кстати говоря, вот с ним буквально, с вашим малышом недавно произошел подобный случай. Давайте говорите, что небезопасны наши города в плане того, что и люки открыты, и проваливается земля возле тех, где рыли когда-то яму и забыли ее зарыть. Вот автомобиль мой. Вот фотография, да, ваша? В Астане я уже 10 лет, и за эти 10 лет я трижды проваливался под землю. Один раз стоял буквально здесь недалеко. Малыш, я так понимаю, судя по фотографии, прямо по пояс ушел в воду? Он вот так вот ушел, благо вот успел он поднять локти, руки и зацепился. А что там был, колодец или яма, что? Да, это вот брошенный, видимо, колодец, когда-то там было какая-то... А какой район это? Это район Жагавау, да, это напротив вот жилого массива Жагавау, такой вот белый, напротив есть кулагер. Вот когда ребенок шел со школы, вот он хорошо был с другом, он провалился, потому что там не видно, где-то припорошено снегом, где-то землей, где-то вот лежат строительные материалы, потому что район строящийся, дороги у нас нету. Мы об этом уже три года говорим, просим нас власти, чтобы проложили к нам дорогу, потому что невозможно проходить, это как по минному полю, действительно, и ехать, и идти. Люди вынуждены одевать, не знаю, калоши, резиновые сапоги, пакеты одевать, чтобы дойти до цивилизации, да. Значит, ситуация там действительно соответствует той, которая была описана только что. В этом году уже была сделана дорога по Ильяса Амарова, но между кулагер, двумя жилыми комплексами, там есть проблема, нету, отсутствует дорога к школе. В этом году эту дорогу сделают. Основная проблема в том, что, конечно же, район строящийся. Рядом идет стройка, то есть, по сути, благоустройство, которое выполнено теми компаниями, которые построили, да, оно не соответствует тем требованиям, которые должны быть. Те же самые дворовые площадки, они, ну, ни в какое сравнение не идут с тем, которые делаются по программе благоустройства дворовых территорий сейчас. Ну, смотрите, мы говорим о том, что не соответствуют, значит, ни детские площадки, ни все остальное. А почему? Почему не был проведен и осуществлен надлежащий контроль за тем, как это все строится и происходит? Я считаю, что в первую очередь здесь, конечно же, отношение к вопросу строительства и благоустройства территории со стороны строительных компаний. Потому что фактически, фактически, площадка есть, и, наверное, вы поддержите. Но вопрос и к ГАСКу, и к другим организациям контролирующим. То есть, получается, должны контролировать архитектура и ГАСК, да? А в итоге отдувается за всех Акимат? Отдуваются, в первую очередь, жители. И жители, соответственно. Жители не отдуваются, они страдают, просто страдают. Жители отдуваются и страдают за то, что было заложено в проекте, и что они получили во дворе. Потому что перед тем, как все видят эскизы, там все красиво, на самом деле получается не очень. Если есть частный застройщик, он для меня строил жилье, если он что-то сделал некачественно, я не должен молчать, я должен написать в ГАСК. И потребовать, накажите специалиста, который подписал. На самом деле, этот специалист от имени государства подписал акт. Я подозреваю, что есть там коррупция. Скорее всего, он просто так не подписал. Если мы не будем просто ругать или писать где-то там посты в Фейсбуке, а напишем ФИМ, полицию, прокуратуру, скажем, найдите этого чиновника. Кто подписал этот акт? Почему не прошло и года, это все сломалось? Тогда в следующий раз этот чиновник 10 раз подумает. Потому что на самом деле это коррупция. Значит, он подписал акт, на который выделяются государственные деньги. Второе. Если это деньги государства, дорога в течение года сломался или колодец там сломался, значит, мы обязательно должны писать опять в прокуратуру, в финансовую полицию. И проверить, кто строил, за какие деньги, кто подписал акт, кто на этом заработал. Активность граждан сегодня очень низкая. Местница управления не работает. То есть житель видит, что колодец неправильный. Он видит, что дорогу за мои деньги строят, но некачественно. Но мы молчим, пока не провалимся. И в этом отношении вот мы почему сделали, сегодня предложили проект общественного аудита. Генеральный прокурор тур нас поддержал. Кстати, недавно генеральный прокурор с Акимом Города и Секешем, они подписали совместный план мероприятий комплексный. И безопасность, и комфорт в Астане, да, город. Вот живой пример. Наш герой, который посчитал вообще совершенно нецелесообразным. Куда-либо жаловаться, он просто не захотел волокиты. И так думает большинство. В этом все и проблема. Закрыли после этого? Закрыли, когда вода ушла. Потому что она... Все время после вашего инцидента она была стояла? Да, там бы хотя бы какую-то вешку поставили бы. Не было этого. Я хочу сказать об активности граждан. Если граждане сами не будут активными, вот в данном случае... Поэтому я и сказал, собственно говоря, этот вопрос. Почему не написали заявление в прокуратуру? Почему в КСК Акимат не написали? То есть надо было сделать так, чтобы этот колодец закрыли. Вы промолчали, молча ушли. Кто-то еще упал. Другой упал. Например, насколько это наша правильная гражданская позиция? Кстати, вот еще вам дополнительно подкидываем информацию. Во время подготовки выпуска мы объявили акцию «Эх, дороги», в которой попросили наших соотечественников прислать фотографии своих дворов. Давайте посмотрим на экран. После просмотра этих фотографий мы поняли, что получить увечья можно не только упав в открытый колодец, но и просто проходя по двору как в ночное, так и в дневное время. Многие фотографии телезрители подписали так. Пришла весна, снег растаял вместе с асфальтом. Во дворе дома по адресу Астана, Абая, 18, 31 декабря появились ямы. Их выкопала частная компания, не имея на то разрешения. Сегодня апрель, ямы до сих пор на своем месте. У жителей дома один вопрос. Как решить эту проблему и кто должен отвечать за это безобразие? Я думаю, здесь вы правильно ставите вопрос. Но одно дело обратиться в средства массовой информации, а другое зафиксировать, сфотографировать, как нормальный гражданин должен сделать, который знает законы. Зафиксировать, обратиться сначала в городской акимат. Они обязаны будут в течение месяца ответить. Обратиться в коммунальные предприятия, если это не выполнят. А давайте спросим, часто обращаются жители с такими, с фотографиями приносят? Или тоже общество инертно? У нас в аппарате Кимур-Район 40 есть сайты, обращения. Часто поступают обращения. Есть и в фейсбуке у нас соцсети, инстаграм. Я довольно часто обращаюсь. Но вы откликаетесь? Люди-то думают, что это все бесполезно? Что люди сфотографируют, придут? Обратная реакция у нас есть. У нас есть, во-первых, народный контроль, во-вторых, служба 109. А оперативный штаб вынужден на это реагировать буквально в недельный срок. У нас это все рассматривается еженедельно, такие жалобы. Поэтому прежде чем писать в прокуратуру, можно в принципе обратиться либо в службу 109, либо на народный контроль. Я как социолог и урбанист хотела бы сказать цифрами. Мы провели, урбан-форум Алматы в прошлом году провел большое исследование, где мы опросили более тысячи человек. И были заданы много вопросов. Но был такой вопрос. Вот есть у вас проблемы, да, коммунальные, различные. Обращались ли вы хотя бы в КСК? Более 80% людей из этих, там, из более чем тысячи человек сказали, что нет. То есть каждый из нас должен понимать, что мы тоже что-то можем поменять. О чем тогда думают, мне кажется, вот эти вандалы, которые расхищают эти люки и прекрасно понимают, что завтра может туда упасть ребенок и будет чья-то жизнь уничтожена? Давайте отправим вопрос. А давайте посмотрим. Что делать с этими люками? Ну, получается так, есть вандалы, они всегда были, будут, наверное, кто хочет легко нажиться. Скорее всего, даже не вандалы, это те, кто незаконно зарабатывает, ворует. А что вообще, если вдруг вот такой вот ответственный гражданин поймает за руку вот такого человека, который хочет снять крышку с люка, что ему грозит, этому расхитителю? На самом деле, именно в этих делах очень сложно собрать весь состав. То есть эта проблема больше относится к проблеме следственно-оперативных органов. Вот чтобы собрать весь состав такого рода преступления, то нужно доказать не только поймать за руку с крышкой от люка, но и в том числе доказать, как он эту крышку и где снял, и что именно он ее... То есть это крайне проблематично, я так понимаю. Это очень проблематично, в этом и на самом деле заключается корень весь зла. И почему остро эта тема не поднимается? Потому что квалифицируется эта статья как мелкое хищение, либо как по кодексу об административных правонарушениях, как акт вандализма. Там наказывается до 75 суток ареста всего лишь, да? То есть на самом деле доказать причинно-следственную связь между смертью, либо увечьями, которые граждане претерпели, упав в этот канализационный люк. И похищением этого люка очень сложно, практически невозможно эту связь доказать. Поэтому статьи не такие тяжкие, чтобы такого рода мероприятия следственными органами проводились. А можно на законодательном уровне запретить скупку чугунных крышек? Вот это вряд ли. Уже сейчас меняют сейчас, да? Сейчас вообще вопрос, если говорить об этом, и системно подходить, в частности по канализационным люкам, то вопрос уже давно стоит о том, чтобы сделать их из другого материала. Кстати, у нас в гостях Виталий Голод. Его компания занимается производством антивандальных светильников и люков. Я знаю, что эта идея к вам пришла после того, как ваш автомобиль точно так же угодил колесом в открытый люк. Скажите, пожалуйста, почему вот сейчас, насколько мне известно, ваша продукция не очень-то востребована? Смотрите, это было порядка 12 лет назад, и этот случай как бы возник, что не пошли никуда жаловаться, просто возникла идея, как это решить, проблему глобально. Вот, начали думать, решили, что можно заменить чугунные люки, потому что как раз-таки поводом служит тот же металл, с которым он состоит. Заменить его полимерным составом еще не видно. Сейчас достаточно много производят в Казахстане. Да, производство есть, но... Ну а тогда почему мы до сих пор обсуждаем сегодня в этой студии эту проблему? Ну потому что сейчас у нас механизмы те же сложные по тем же госзакупкам. Нет, получается что? Что достаточно много таких люков, да, то есть недостатка в них есть. Есть производимые в нашей стране, есть провезенные. Тогда почему до сих пор мы не можем везде поменять эти люки и уже не переживать за жизнь наших граждан? Ну здесь, мне кажется, еще с другой стороны надо смотреть. Мы как бы признаем, что воров вся страна не может остановить, и только из-за них мы должны все технологии менять. В данном случае, мне кажется, если остановить воровство, да, то есть в данном случае работа правоохранительных органов, мы, наверное, как жители должны потребовать и у местного департамента внутренних дел, о том, чтобы они специально программу сделали... Ну вот как юрист наш говорит, что практически доказать факт воровства невозможно. Второе, конечно, когда эти люки берут, тащат, кто-то же из граждан тоже видит. Нет. Опять-таки, мы мало сообщаем об этом. Если граждане будут законопослушными и будут против воровства, и будут считать, что это мой люк, за мои деньги куплены, конечно, контроля будет больше, да. И третий момент, я думаю, здесь связан с конкуренцией. Если ваши люки дешевле и качественнее, чем зарубежные, в принципе, должны ваши закупаться. И если в данном случае идет нарушение закупок, да, то есть заранее покупают дороже, давайте обращаться к местным властям. Весна радует нас солнцем, осушает лужи и оголяет прошлогодние проблемы на дорогах. Хотя ухабы уже мало кого удивляют, люди рады тому, что лед на дорогах исчез. Но есть категория граждан, для которых каждая яма – непреодолимое препятствие. В продолжении ток-шоу поговорим о том, как решить проблему доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Еще не улеглись страсти после трагедии, произошедшей в подземном переходе Шимкента. Напомню, что тогда трагически погиб 83-летний Файзула Байнасыров, пытаясь спуститься по пандусу на инвалидной коляске. Трудно представить, каково приходится людям с ограниченными возможностями, когда даже обычный поход в продуктовый магазин становится для них чем-то за гранью реальности. Наш следующий герой каждый день оказывается в экстремальной ситуации, пытаясь добраться до социальных учреждений. Жадрасын Садуакасов, протестировав пандусы города, решил сам заниматься этой проблемой и тем самым облегчить жизнь инвалидов и мам с колясками. Встречайте, Жадрасын Ага. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы прикованы к инвалидному креслу? Ну, слово прикованное, конечно, не надо, но 42 года я на коляске. 42 года, да? Что произошло? Поделитесь с нами, пожалуйста. В 1974 году закончил институт по Владарске, индустриальный. Так. А потом, когда работал уже дома, через год, в 1975 году, 8 сентября, ДТП сломался. Сяду к вам поближе. Повреждение спинного мозга с тех пор на колясках. Но вы сами каждый день сталкиваетесь с тем, что наша среда, наша инфраструктура недоступны для людей, которые попали в подобную ситуацию, да? Вот хотелось бы услышать из ваших уст, что сложнее всего? Про пандусы мы уже знаем. Еще что? Что ж, вот утром, когда выхожу, то же самое проблема, да? Вот лифт, лифт у меня, вот видите, ботинка как там, гель и туда вмещаюсь вот тут. А потом выхожу, да, там еще 6 ступенек, там туда невозможно, там пандус. Недавно сделали, я говорю, не надо, но сделали, потому что как бы требует. Но это всем мешает. Там невозможно сделать. Ну, тебе 6 ступенек, потом с улицы выхожу, там пандус как бы стоит, но вот тоже не подходит. Вот я каждый день это испытываю на себе. Вы знаете, когда вот бываешь за границей, там на улицах, в магазинах людей с ограниченными возможностями очень много. Они живут полноценной жизнью, ходят в театры, в магазины, ведут нормальную жизнь. У нас их нет. Их не увидишь на улице, в больнице, в магазине, в супермаркете. Почему? Вот 70%, даже 90% увольняется от того, что нет доступной среды. Вот я вот именно из этого я ушел заниматься, вот решил, доступной средой. А что конкретно вы делаете? Ну, делается то, что... Вы проектируете пандусы. Нет, мы, да, проектируем не то, что проектируем пандусы, полностью проводим обследование, делаем проекты сметной документации, полностью делаем альбом технические чертежи. Как нужно адаптировать? Вообще, наше предприятие может полностью вести там реконструкции, капитальный ремонт. Там раздел адаптации. Ну, мне кажется, это очень правильно, потому что человек видит проблему изнутри, он ее понимает. Кто ваши заказчики? Ну, заказчики сейчас в основном госучреждении. Вот, например, дворец согласия мира, дворец независимых, типа такие вот, наши государственные. Частные такие вот бизнес, вот объекты, скажем так, нам как бы не обращается. Но пока, как у нас говорят, пока прижмут, только тогда начинается вот. Вот вы правильно сказали? Да. Пока не прижмут, они не начинают двигаться. Как должны прижимать их? Кто должен прижимать? Бизнес, да ладно, государство, ну, частные дома строят, магазины, рестораны. По закону же они обязаны иметь, да? Кто должен это проверить? Проверяется у нас, например, это по республиканской масштабе Министерство труда, социальной защиты, куратор. И вот так же примерно там по районам, по городам, это Собес, скажем так. Но там, вот там, который вот как-то проверяется, скажем так, опять же, вот сама вот это сказала Светлана, вот, Хабкенова, вице-министр, 18 февраля. Паспортизация делается, самое главное, нет специалистов. Ага. Вот. Из этого. Мне кажется, проблема лежит гораздо глубже, на самом деле, вопроса того, кто должен это проверять и что-либо. Основная проблема в обществе, основная проблема в обществе, которая до сих пор не может принять людей с ограниченными возможностями. Вот я только что хотела об этом сказать, да. Почему? Это проявляется от начала до конца, ну, в первую очередь, это воспитание, это воспитание всего общества, это отношение общества к людям, которые ограничены на своих возможностях. Когда мы сравниваем, допустим, западные, западное общество, доступность для людей, использующих коляски, мы удивляемся, но при этом начинать надо с себя в первую очередь. Даже вот я сейчас, когда проезжаю там, парковки, да, которые обозначены знаком инвалид, ну, как правило, они там, видим запаркованные одну, две, три машины, хотя при этом штраф огромный, там, более 100 тысяч на сегодняшний. Почему вот общество наше относится таким образом к людям с ограниченными возможностями? Потому что мы не видим это каждый день, потому что у нас нет толерантности и терпимости к людям. Но мы же самые толерантные, вроде бы. Ну, здесь, мне кажется, надо смотреть чуть-чуть с другой стороны. Пока мы будем ждать, что общество поменяется, время пройдет. Мы его должны менять общество. Но, знаете, мне кажется, когда мы сделаем город доступным, когда больше людей на колясках будут передвигаться по городу, в театрах, кинотеатрах, магазинах, у людей другое отношение возникает. Да, Юлиана, присоединяйтесь, давайте еще. Но вопрос не в том, что здесь коляски, не коляски. У нас действительно общество и это наследие советского воспитания не приемлет иных. До тех пор, пока не изменится мышление общества и отношение в обществе к не таким, как заскорузлы, может быть, как принято. Ко всем, кто не так выглядит, кто не так одевается, кто не так ходит, кто не пользуется общественным транспортом, кто ездит на коляске. До тех пор, пока мы не поймем, что это такие же люди, как мы, то есть как все остальные, и не будем воспринимать их равными себе, равными всему остальному обществу. И мне кажется, начать надо как раз-таки с правильного угла наклона этого пандуса. Хотя бы для того, чтобы человек мог заехать, это же элементарно. Самое главное, это быть честным с собой. Я просто, когда в Германии был, мне первая же вот эта встреча ошарашила. Когда первый раз мы приехали, нас собрали, в которой я с Ингой приехал 27 человек, там Министерство социальной защиты. Когда министр выступал, первые его слова были. Он попросил, извините, говорит, у нас дюссельдорт не приспособлен. Мы, говорят, 25 лет нацельно занимаемся, через лет 10 приедем, я могу сказать, город доступен. А у нас сидят специалисты в министерстве, везде говорят, через 5 лет, ну, вчера только сказали, в 2020 году будет полностью доступно. Это абсурд, понимаете, вот. Один гектар земли, который в Москве, когда провели 12-м году обследование, есть такой фонд, город без барьеров. Один гектар земли, это Крилатский район, самый микрорайон новый. И требует 32 миллиона, 30 миллионов, это по-нашему тогда было 1000 долларов, до миллиона долларов. Представьте, в Астане вот 721 га, пускай 50 там процентов будет парки, это 350 миллионов. Это город, государство не осилит. Здесь должно быть именно социальное партнерство. А вот мне снова хочется у юриста нашего спросить, а могут ли люди с ограниченными возможностями защищать свои права? Как, насколько закон на их стороне? Были ли прецеденты, чтобы люди с ограниченными возможностями подавали в суд, например? На самом деле. Даже вот после гибели героя, о котором я говорила, что, чем это дело закончилось? Есть какая-то информация? Погиб человек из-за того, что была неправильно построена вот эта спусковая площадка? Вы знаете, на самом деле, вот в этом правоотношении настолько широкий круг лиц и субъектов, которые... То есть опять наш закон так, что ничего не докажешь? В той или иной степени ответственны за вот случившееся. Вообще, я считаю, что надо создать прецедент. Вот возьмите, Жадарасынову давно знаем, мы с ним работаем, неоднократно встретились. Мы на улице, шла видеосъемка, подошел, спросил, ребята, а что, может, какие-то вопросы у вас интересные? И таким образом мы познакомились. Но я считаю, что вот юристы, в первую очередь, если мы говорим о социальной активности бизнеса, вот вы возьмите, я думаю, что у Жадарасына материалы, там, вагоны, маленькая тележка. Возьмите, подайте иск, чтобы создать прецедент. А у нас прецедентов создать в городе можно много. На любом уровне. И сразу обозначу, это будет дело года на два. То есть сначала мы начнем разбираться с самим предпринимателем, у которого, допустим, в его заведении недостаточно удобный пандус. Далее мы перейдем к государственным органам, которые утверждали стандарты. Хотелось бы, чтобы вас это не пугало. И так далее. Да, то есть, создавая такого рода прецеденты, еще неизвестно, к чему мы в итоге придем и насколько служатся права. Надо идти к этому, конечно. А что грозит чиновнику, который, допустим, подписал акт о принятии такого пандуса, в результате которого поделил человек? Давайте вот скажу. Только административное, сейчас секунду. Только административное. Нет, если это, допустим, как в Чемкенте, повлекло, например, смерть человека. Я о том и говорю, как в Чемкенте, человек погиб. Очень сложно, очень сложно. Причина-следственная связь самого этого факта. Почему? У нас закон такой, что ли? Нет, дело не в этом. Чтобы привлечь к уголовной ответственности, понимаете, то есть необходимо доказать причину-следственную связь. Хорошо. Дело не только может быть в пандусе. То есть сама ситуация на тот момент, который происходил, какие действия... Нет, но если будет конкретно установлено, что пандус, угол наклона не соответствовал для того, чтобы человек мог спокойно по нему проехать и спуститься. Какая здесь еще нужна причина-следственная связь? Если вы начнете, то будете миллиардером. В 2012 году, когда началось это наше мероприятие, государственное название, 2012-2018 год, улучшение условий жизни инвалидов. Именно сейчас третий этап идет. Тогда был доклад самого министра. По всему Казахстану было построено 24 тысяч пандусов, но из них 16-800 надо демонтировать. Это опасно. Остальные по стандарту не подлежат эксплуатации, скажем так. И пока вот этот вопрос с жалобами активно не поднимается, он не решается? Нет, штрафами, да, вот этот частный бизнес не решается. Тут должно быть, скажем так, стимулировано больше, чем штраф. Спасибо огромное. То есть пока к решению этой проблемы не подключится все общество, пока мы что-то не поменяем здесь и здесь, мне кажется, ничего не сдвинется с мертвой точки. Благоустройство городов – это не только инфраструктура. Огромное значение имеет внешний вид и, прежде всего, чистота. А тут уж все зависит от нас самих. Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но сегодня речь даже не об этом. Мы поговорим об утилизации бытовых отходов. Почему наши чиновники всерьез задумались о переработке мусора? Об этом в продолжении нашего ток-шоу. Ежегодно в нашей стране образуется 6 миллионов тонн бытовых отходов. Перерабатывается лишь 2%. Все остальное вывозится на свалки. Значительная часть из них образовалась стихийно, потому что официальные полигоны уже не вмещают весь объем мусора. Если этот процесс не остановить, то в недалеком будущем мы можем задохнуться от собственных отходов и отравить все грунтовые воды. Герой не только нашей программы, но и нашего времени – это тот, кому настолько прийдет оставлять после себя мусор, что порой это доходит до невероятных ситуаций. Встречаем Евгению Беляеву. Евгения, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз наши вам аплодисменты. Ваша деятельность связана с чистотой и экологией, верно? Чем вы занимаетесь? Расскажите. Я работаю в Республиканском общественном объединении по саде дерева кизы. Я являюсь директором филиала в городе Караганда. Мы решаем экологические задачи. А я знаю, что у вас есть некая очень хорошая привычка. Расскажите о ней, пожалуйста. Привычка действительно есть. Расскажите, заключается она в том, что где бы я ни находилась, в каком бы городе ни была, я всегда собираю мусор раздельно. И то, что можно отправить на переработку, забираю с собой в Караганду. Так, а как вы к этому пришли? Мне вот интересно. Пришли около года назад. У нас была поездка по работе в Алма-Ату. И у нас был обучающий семинар. На семинаре, конечно же, был запланирован обед. И весь этот обед был запакован в пластиковую посуду. И после обеда я поняла, что все это просто отправится на мусорный полигон. И тогда было принято такое решение, что, в принципе, все это можно забрать с собой. В Караганду отправить на переработку. И оставлять после себя то, что нельзя. Но это ведь так муторно. То есть с собой возить, весить от мусора эти контейнеры? На самом деле нет. То есть для меня это норма. Норма жизни. Так, ну а почему не избавиться в подходящем месте от этого мусора? Так, я именно так и поступаю. Я не избавляюсь его, а в подходящем месте отправляю на переработку. То есть в Караганде. А как вам кажется самой, вот почему люди мусорят? Почему нет у нас привычки убирать за собой? Убирать за собой? Да. Ну, возможно, многие не знают, что есть выбор, что можно отправить это на переработку. А давайте послушаем сейчас тоже мнение наших гостей. Как считаете, почему вот мы такие грязнули? Почему столько мусора? Почему мы так вообще безжалостно засоряем наши заповедники, красивые места? Приходим туда, нам очень нравится, когда чисто и прибрано. Но мы, не задумываясь, оставляем после себя груды отходов. Понятие мусора можно разделить по-разному, на две части. Есть мусор, который действительно его место на полигоне, а есть та часть мусора, которую можно переработать. Поэтому вот Евгения, почему она дошла до этой мысли, идеи? Три года назад мы начали проект о раздельном сборе мусора в Тимиртау, в Караганде. Евгения была участником, волонтером нашего проекта. И те люди, которые работают в этом проекте, у них меняется все. Сейчас мы об этом расскажем поподробнее. Жители городов не могли не заметить появившиеся не так давно контейнеры с надписью «Здесь живет пластик». В связи с этим сразу возник вопрос. Для чего нам предлагают сортировать мусор? Неужели у нас появилась технология по переработке пластика? К счастью, да. В Казахстане стали появляться заводы, которые дают мусору, так сказать, вторую жизнь. Мы побывали на одном из них. Внимание на экран. Небольшие заводы в Астане, Тимиртау, Караганде и других городах наладили переработку пластика. В одних цехах из старых бутылок делают первичный материал гранулы, а в других пошли дальше. Там изготавливают канализационные люки, как, например, на этом заводе в Тимиртау. Но переработка пластика – это не самое трудное. Важно приучить жителей города сортировать мусор. 20% горожан уже взяли это за правило и раскладывают отходы по контейнерам. Стекло, пластик, металл, бумага, батарейки, лампочки – все это можно отделить, а затем переработать. Лишь бы инициатива прижилась, а люди проявили бы ответственность. Продолжайте, пожалуйста, Еркан. Нашему проекту три года. И вот мы своим проектом развеяли несколько мифов. Как? Миф о том, что люди не готовы сортировать. Вот на любом совещании, с любой трибуны все люди говорят, что мы не Запад, мы не готовы. На самом деле, ко всему этому готовы, да? На самом деле, это все миф. Наш проект показывает о том, что... А как вам удалось приучить тимиртауцев к сортировке? Мы не сказали, что приучали. Мы делали все. Мы уговаривали, показывали, говорили, обучали. Обучали в школах, на улице, на мероприятиях. То есть везде вели разъяснительную работу, да? Обязательно. Прежде всего, это должна быть разъяснительная работа. Но, опять же, это небыстрый процесс. Это не может случиться за год. Вот прошло три года, и у нас есть уже анализ в том, что более 30% люди уже сортируют мусор дома. А что еще можно изготовить из переработанного мусора? Очень много мусора. Мы не назовем это мусором, мы назовем это вторсырье. Поэтому вторсырье можно использовать где угодно. Любой материал может быть переработан вторично. А из пластмасса, которую мы делаем, можем делать также люки, брусчатку, какие-то вещи, которые тротуарную плитку укладывают. Так что... Понятно. Я думаю, этот вопрос мы можем также адресовать Егору Зингеру, еще один владелец мусороперерабатывающих заводов. Я знаю, что вы, наоборот, против сортировки. Ну, я думаю, что про меня знают. Здесь многие сидящие здесь. Я был один из пионеров, который построил первый завод. И в Алма-Ате, который проработал три года. Мощностью было 500 тысяч тонн. Для того, чтобы построить этот завод, обязательно... Вот сейчас вот я слышу, говорит девушка, значит, то, что на сегодняшний день это хорошая идея, это первоначальная идея в Тимиртау очень хорошая. Я горжусь такими людьми, которые действительно хотят заниматься производством, утилизацией именно твердобытовых отходов, а не только пластика и пленки и бумаги. Почему? Потому что это считается как коммерческий мусор. На сегодняшний день цель строительства заводов, это первоначальный этап для того, чтобы перейти дальше в модернизации. От управления твердобытовыми отходами и захоронения их до конца довести до 90%. Возвращаемся к нашему менталитету. Мы привыкли связывать мешки, бросили его, как говорим, 30% в одном городе. Я говорю масштабно о всей республике. А не говорю сейчас об одном городе и Астане, то, что мы построили, это честь и хвала. И, кстати, самое интересное, этот завод в Астане, еще хочу подчеркнуть, он долго строился, он с 2007 года по 2008 год, как вы помните, наступил кризис, БТА-банк потом нам прекратил финансирование, благодаря главе государства взял на контроль, и глава государства дал указание, чтобы этот социально-экологический проект, его запустить в 2012 году. А он действительно не имеет аналогов СНГ? Да, вот вчера я только вернулся с России, и сейчас, после того, как мы построили этот завод у нас в Астане, у нас, понимаете, у нас не только сортируют, я еще раз говорю, объясню, то, что мы отсортируем пластик, пленку, черный цветной металл, бумагу и так далее, и тому прочее, это все идет на переработку. У нас есть еще производственные цеха, которые изготавливают, вы были, да, изготавливают эко-вату, также мы изготавливаем из-под бутылки флексы, изготавливаем гранулы, и после чего, после этого мы уже изготавливаем лист упаковочный. Вот это называется уже дальнейшая вторичная переработка. Два подхода, да, вот здесь вот завод, который там сложно, долго строился, и в Тимиртау, ну, как бизнес-процесс, да, насколько это выгодно, вот вы пользовались бюджетными деньгами, да, это является частным проектом. Это полностью частный проект на собственные деньги. Да, а оплата от граждан какая идет? Никакая, мы выставили все это бесплатно и вывозили бесплатно, но вот мы говорили о Германии, то, что в Германии предлагается... А где профит? Что вы сказали? Где профит? Профит в реализации вторсырья. Вот здесь видите, вот здесь вот две модели. Да. Вот модель, эффективная бизнес-модель, да, то есть частная компания за свои деньги построила эту схему, бесплатно организовывает, и она эффективна, правильно, у вас? Да, она работает. Но здесь, конечно, задействовали граждан, то есть граждане раздельное мусор делают. Нет, я Тимиртауский опыт изучал, очень интересно. То есть это пример эффективный, когда не государство на себя берет ответственность, да? Он не только эффективный, он еще самый легкий. Мы не говорим людям, что нужно отдельно стекло, отдельно бумагу, отдельно пластик, 5-6 контейнеров. Самый простой вариант, это он используется во многих странах и Европы, и в некоторых штатах Америки, где разделить на две фракции, сухая и мокрая, или как бы пищевые отходы и вторсырье. А мы же делаем сами, и людям это несложно, взять, положить эту баночку в пакетик или отдельный мидрой. Я думаю, многим акиматам, которые жалуются, что денег не хватает, еще миллиарды нужны, потом вбухивают туда, еще потом деньги просят. Вот эффективнейший проект, бизнес-проект, да? И вот многим акиматам, которые сейчас думают, только строят, вот надо эту компанию приглашать к себе, но там два момента. Надо с гражданами работать, чтобы они разделяли. Но чем это выгодно для граждан? Они за это не платят. Их оплата только разделить, мусор разделяя, правильно? Вот ты хочешь бесплатно, раздели мусор, положь. Брошенный окурок может пролежать на земле до пяти лет. Тридцать лет будет самоуничтожаться изделие из нейлона. До ста лет будет ржаветь консервная банка, а выброшенная стеклянная бутылка переживет века. Но сколько должно пройти времени, прежде чем люди поменяют мышление, перестанут жить одним днем и поймут, что наши города, как и вся планета, это то, что находится в наших руках. Поэтому качество нашей жизни зависит от каждого из нас. Давайте говорить на телеканале Хабар. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова